На базе Сибгувка прошел чемпионат Российского спортивного студенческого союза по палеотлону. Среди учащихся высших и среднеспециальных учебных заведений из 12 регионов страны выявляли сильнейших в зимнем троеборье. Состязания по пулевой стрельбе и силовой гимнастике прошли в первые два дня соревнований в легкоатлетическом манеже университета. Юноши подтягивались на перекладине, девушки выполняли отжимания в упоре лежа. В последний день состоялась лыжная гонка с раздельным стартом. Очень плотно прошла стрельба, 94 очка. У девушек лучший результат показал спортсмен из Яшкаралы, а у девушек лучший результат 93 очка показала представительница Сургута. И 93 очка также выбила Самоленко, представительница Сибирского государства университета физической культуры. И вот между ними, видимо, за победу основная борьба и развернется. Ну а у мужчин там после силовой гимнастики результаты выровнялись, и там еще сильнее конкуренция будет. Ну а в командном зачете только лыжная гонка всех остается. Лучший результат среди девушек на лыжне показала студентка Сибгувка, мастер спорта международного класса Александра Самойленко. По сумме очков трех дисциплин она заняла первое место на чемпионате. Бежалось тяжело, но старалась за последнего, чтобы выиграть. Соперники вот... Ну, соперники сильные были, но старалась бежать так же, как и они. В мужской лыжной гонке, как и в прошлом году, лучшее время продемонстрировал студент Поволжского государственного технологического университета, мастер спорта по палеотлону Артем Лунник. Он же стал победителем личного первенства. Все уже привычное для меня. Вышел на старт и побежал. Прыграл. Пять баллов нужно было отыграть минуту. Исправился. Всероссийские соревнования по палеотлону в Омске прошли во второй раз. Иногородние делегации высоко оценили проведение чемпионата и подготовку спортивных объектов. Первый раз в Омск приезжаете? Нет, мы уже второй год в прошлом году. Сама организация, сама встреча, все с вокзала, нас уже на контроле, все, чтобы не потерялись, приехали достойно, заселились, кормление, все, чтобы четко, само судейство беспристрастное, без вопросов, молодцы. В командном первенстве среди вузов лидировали хозяева соревнований. На втором и третьем местах оказались учебные заведения Курганской области и Республики Мариэл соответственно. Среди СУЗов победителем стал Шадринский политехнический колледж из Курганской области. Субтитры создавал DimaTorzok